Игр на сегодня. Друзья, еще раз всем доброго времени суток. Команда Fnatic встречается с командой Rave. Для вас продолжает комментировать печенье. Мы с вами продолжаем смотреть Юго-Восточную Азию. Калификация к шестому интернешнлому. Ну что ж, и турнирная таблица для этих команд выглядит следующим образом. Ребята из Fnatic сыграли 7 матчей, 5 побед, 2 матча они проиграли и занимают первую строчку. Но рядом находится команда Execration, которая идет с такими же показателями. Если говоря, Fnatic Execration еще не брали. Ё-моё, вот это будет заруба. Вот это будет заруба, возможно, в которую, собственно, не будет решаться исход. Команда TNC идет 4-2 и остает от них, ну, другими словами, имеет один матч в запасе, остается им нужна победка. Нужна, конечно, победка, чтобы также сравняться по статистике. Ну и Team Rave. В Team Rave у нас в свою очередь сыграли 7 матчей, 3 победы, 4 поражения. И команда уже борется за попадание в плей-офф. После этой игры мы с вами будем смотреть за командой в G-Unity. Будут они играть против TNC и потом уже Mongols против White Price Game. И, возможно, потом будем уже наблюдать за переигровками, если таковые будут. Так, ну что ж, переключаемся непосредственно к пик-банам. Что мы здесь видим? Опять заезжает Terrorblade. Это круто. Появляется у нас опять-таки Сларк. Сларк, который будет комбинить после стадии лейнинга. С Дарксиром. Под Дарксиром есть хороший прокаст в виде Дезераптора. Ну и, соответственно, для Team Rave нужен герой, который будет стоять на центре. Ну а в TNC, соответственно, герой на центральную линию и герой сложный. Ну, вряд ли здесь уже Spirit отправят в харду. Слишком это как-то слабоватенько. Это FSS Void на позицию Hardly, конечно же. Накрывать Сларка хроносферой. Ну и что-то с ним как-то пытаться сделать. Так, 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 что-то нужно еще посмотреть. Да, все. Ага, все хорошо у нас. Все отлично. Московское время у нас 10 часов 30 минут. Собственно, как и киевское. И квалификации второй день, групповый этап в самом-самом разгаре. Через полчаса будут работать 9 каналов Рухаба. Просто какой-то эпик. Эпик Доты. Ну и там уже подключается европейский регион. Будут заканчиваться китайские и юго-восточная Азия синхронно. Ну а вечером, разумеется, врывается в эфир американская Дотка. Так, убирают нас Лешака. Фнатик. Ну, понятное дело, какой матч они смотрели. Ну и сами, точнее, Рейвы, конечно же, убирают Лешака, а Фнатик избавляется от Алхимика. Ну что ж, ласт пик для Муши. Муши сегодня показывал уже свой подход к Доте. Кого он берет на ласт пик, как он отыгрывает на фейслис вайде. Теоретически, конечно, да, можно здесь вайде отправить на позицию керри террора в центр, но заезжает Эмбер Спирит. И как раз-таки Эмбер Спирит будет стоять на центре. И стоять он будет... Ну, кого здесь взять? Вообще, Эмбер достаточно рисковое решение. Все-таки здесь есть Оракл. Здесь есть Дезераптор. Но это Муши. Это Муши, это нормально. По его мнению, взять сюда Эмберя. Минута сорок для Эмби. Ну, кого здесь в центр взять? Может, Бэтрайдера какого-нибудь? Бэтрайдер в бане. Нет, с Бэтрайдером не получится. Пак Квин оф Пейн. Пак вполне неплохо бы смотрелся. Но у Фнатика очень жесткий лейтс. Это Эмбер, это Террор, это Фейслис Войт. Одного Сларка будет мало. То есть сейчас Тим Рейв, если брать какого-то активного мидера и делать ставку на то, чтобы закончить игру в мидгейме, тогда да. Тогда, возможно, прокнут. Но для этого Сларку нужен очень хороший старт. Нужно, чтобы и Дарксир хорошо постоял в начале. Потому что, скорее всего, с таким пиком, который сейчас пока есть у Тим Рейв, у них очень быстро упадет верхняя Т1-вышка. Топор Блейд, пятый левел, третий Метаморфозм. Соответственно, Тавр очень-очень быстро упадет. Призадумался НБ. Может быть Эмбер Спирита, ой Эмбер Спирита, Тим Берсоу, Тим Берсоу тоже нельзя, Тим Берсоу в бане. ДП также предусмотрительно отправили в бан. Сами НБ. Ну что, кого же, кого же возьмем? Тим Рейв. 30 секунд у НБ. Ну давай нам что-нибудь новенькое, что-нибудь интересное. Можно действительно взять Кунь Куинов Пейн? Это Шторр Спирит. Ласт Пиком, ну не знаю. По-моему, такое. Да, здесь относительно Штору не уязвим своим буллайтингом. Нормального контроля на него нету. Но есть Хроносфера и есть Геоматик Гриб у Эмбер Спирита. И этого, в принципе, достаточно. У нас вообще в этой игре очень много спиритов. Шторр Спирит, Менеджер Фулл Спирит, Эмбер Спирит, Эр Спирит. Ну и у нас начинается игра пока с пауз. Ну что ж, воспользуемся ей. Сполна. Приспичивая, ребят. Дёргайся, Диджей. Ребята из Мнатик, Диджей на Эр Спирите, 343 Винга, Охайо на Фейс Лес Вайде, Муша, Эмбер Спирит и Мигуан на Цирру Блейдинг. Будет нам показывать высший класс. Ну и ребята из Рейв, Дёрг. Это у нас Дизраптор, Рюр Араков, Джо Йо Шторм Спирит, Эмби Сларк и Рейпин на Дарксире. Да, я напоминаю, что мы с вами заканчиваем смотреть групповой этап на Юго-Восточной Азии и близка. Близка развязка. Остается два матча на этом канале. И там уже будем присматриваться. Следующая игра очень важна. Диэнси будут играть. Разумеется, они имеют прекрасные шансы для того, чтобы занять первое место. У них еще одна игра в запасе. Ну, в свою очередь, Warriors Game of Unity. У них по-прежнему, конечно, теоретически тоже есть шансы занять первое место. Нужно, чтобы карта сложилась. А вот победение в предыдущей игре, тогда не надо было бы надеяться на исходы других матчей. Там бы все в их руках было бы. Ну, такое. Ахайо уже с Баттлфьюри. Интересно, сколько сейчас стоит эта Баттлфьюри? По-моему, есть шпайс. Тут в свое время, как только вышла эта шмоточка, достаточно много денежек за нее требовали. Ну, я думаю, знатоки предметов в доте ценник-то знает. Пока спокойно начало. Муши не боится. Спурман шел дом. Показал Диджи, куда нужно поставить вард. Ну и Муши на сервисах будет отыгрывать на центральной линии. Везет себе веточку. Вот они первые бабки подъехали. 25 экспириенса, неплохо. Более того, у Диджи также есть об сервер. Да, все очень спокойно. Здесь у нас притаился, как видим, Ахайо. Ахайо на сапоге. Но это, знаете, у него, наверное, еще осталась привычка. С тех времен, как он постоянно любитель играть на Бэтрайдере. А на Бэтрайдере все время как отправляешься с лорсом, практически все время играешь с сапог. Господи, что у нас с Перитом? Вы это видите? Обычно это баг Дота ТВ. Когда Драгон Найт раздевают. Ну вот это что такое? У нас стрим 18+, нет? У нас стоит галка на стриме. Это вообще законно? Зачем мы его раздели? Воу. Это что за шмотки такие? Я не могу понять. Давайте-ка посмотрим. Мификл, мификл. Профессиональное снаряжение от Сергея Годбрагина. Да, Годшарит, что нужно надевать. Ну что ж, стоит у нас Шторм Спирит нигде против Эмбер Спирита. Чуть говоря, я таком... Не знаю, может быть у меня с багами отображаются. Я такого, честно говоря, ни разу не видел. Ладно уж, перезаходить не буду. Шторм и так прекрасен. На верхней линии, соответственно, Дарксир. Здесь Рэйпи поднимает себе второй левел. И там того, чтобы с Сюржем вернуться на линию. Ну и, соответственно, внизу фармит Сларк. И здесь Ахай уже отвел себе хребцов. Ахай на сапоге, есть у него три тангуса. Ну что на топе? На топе медван. Фармит, ему никто не мешает. Вынесли себе какую-нибудь быструю Аквилу. Там пятый левел. И с третьим метрохозмом можно уже подпушивать. Толкать, толкать, толкать коридор. Никто этого не запрещает. В меде, на всякий случай, на подсейве стоит Рер. Мало ли, если будет какой-то выход с него мидера. Диджейте время гоняет Рэйпи. Рэйпи уже с Сюржем. Есть у него второй левел. Есть Фласочка, три тангуса. Ну, соответственно, отсюда ему вряд ли куда уйдет. Хотя, если так еще... Ну, по мане очень сильно просел. Вот в чем проблема. Очень сильно просел по мане. Ахайо. В очередной раз отводит Крепцов. Ну, что здесь придумает Дёрп? Как-то отвезти на лесных не получится. Ахайо очень четко уводит. Ну, там инвиз. Сейчас, наверное, просто есть смысл разбивать. Да. Чем, собственно, Войта занимается. И это уже для Вайда будет левел 2.5. Неплохо. Неплохо. В беде Шторм. Левел третий. 10 на 3 против Эмбиспирита. 8 на 2, разумеется. Максис, он тебе пассивочку. Ну, я думаю, так же Ремнант будет максить. Хотя такая себе ситуация. Все-таки там у Эмбиспирита Муши будет раскачиваться через замашенный Флэнгвард. Надеюсь, что они, что другое вряд ли друг друга убьют. Если кто-то как-то очень сильно нафейлит. Джейо есть у него уже боттл. Есть нулик. Что-то по Муши. Муши так же бутылка сейчас к нему поедет. Ну, пока все ровненько. Кстати, понимают цена этого матча. Им ни в коем случае нельзя проигрывать. Напоминаю, друзья, что матч в формате Pest of 1. Как и все квалификации в целом. Ну, в рамках группового этапа, разумеется. Дёрп, дёрп. Сапоги есть у него Тандерстрайк. Есть Глимс. Ну, Ахайо вряд ли у них получится запереть. Ахайо причем, обратите внимание, на втором взял себе Тангалейшн. Тангалейшн закончились у Ахайо Тангуса. Нужно разминать, конечно, Вайдан. Здесь портусэнт. Ахайо задолжен тайволкам. Можно давать Глимс. Глимсанули Ахайо. У него всего лишь первый тайволк. Тангалейшн. Неплохо. Уже проблема у НБ. Диджей. Диджей, где твой камень? Диджей. Диджей, есть Роллин Болдер. Есть Болдер Смэш. Ну, и здесь уже проблема у Дёрп. Дёрп. Есть Тангус. Дёрп. Куда ты поехал? Куда ты поехал, Диджей? Он не попал Болдер Смэша в упор. Казалось бы. Просто патовая ситуация для саппорта команды Рэйв. Ну, как он там мог выживать? Причём, могли убить ещё и Сларка. Но фнатики решили, давай уж на Верочку заберём саппорта. Заберём Фессблат и всё у нас будет хорошо. В итоге, ни того, ни другого. И... Ну, вот Дёрп. Диджей ворвался опять на него. Подходит сюда Джейо. Вынужденная там какая-то ситуация была для Дезераптора. Не мог он Оставить руну. Ну и смотрим. Пятый левел Шторф Спирит. Диджей также в миде. Врыв на Джейо. Не попадай, Диджей. Диджей должен у нас собраться. Он какую-то непонятную доту пока показывает. Они сейчас и этого Шторф Спирита могли забрать. Обычно Рерна по цеве прилетел. Но тем не менее. Муши. Пятый левел. Есть у него Боттл. Всё хорошо. Топовый Крипстат. За Сларком. Террор Блэд, я вот смотрю, здесь просто переденайвает всех. 29 диджейтаз. Идет мидбан. Фармит. Не жалеет. Метаморфолизм. Ну и следующая форма будет через 100 секунд. Я думаю, подсюда дело уже можно и запушить. Венга. Третий левел. Третий левел. Третий левел. Третий левел. Пока skill point. Да можно взять даже Венгфол. Ау. Да быстрее вышка упала. Что там по Тарксеру? Рейпе. Четвертый левел. Есть луринг. Его также никто не гоняет. Хотя вот Венгата могла сюда прийти. Помешать. И чистенько мы такое видим. Пока все очень-очень спокойно. Это уже классическая такая азиатская дота в последние дни, что шестая минута и нет фрагов. Причем кайф заключается в том, что игра-то действительно интересная, напряженная. Не какое-то АФК оформление уныния. Скоро-скоро пойдет движ. Муж уже жестой. Можно уже как-то сходить на руну. Сейчас он появится. Очередные руны. И там какой-то. Какой-то хосту. Дабл дэмэдж половить. И сыграть. Притинали. Тем временем. Глимсанули Ахайо. Ахайо. Но здесь уже без шансов. Здесь уже без шансов. Здесь. Шторм спирит. И фраг достается. Физблот достается. Арах. Ну-то раздуплились. Команды. Ремнант поставил в уши. В случае Маули. Если что. Прилетит с ним Дарксира. И все что там надо. Это Дарксира просто развести на сюрш. Готов уже Дерру Блейд. Подпушивать. Сторон. Но я так понимаю. Это будет последний отвод. От 343. Есть у него на третьем уровне аура. Можно в принципе ломать. Там можно и сломать табор. Можно и сломать лицо Дарксира. На всякий случай. Подстрахуют муши с ремнанта. И этот ремнант видят. Да. Прилетает муши. Нужны серенчатцы. Нужны серенчатцы. Рэйпи не успевает рожать. А. Лоу. Его во время сюржа поймали. Камними подай Диджей. Ролленболдер. Попадай. Диджей. Рэйпи умирает. Рэйпи умирает. Но здесь уже Джио. Диджей. У Диджей все касты на кулдауне. Здесь уже Реор. Диджей должен убирать. Да. Это именно Террор Спирит. Ну а муши сцепить нечем. Еще муши на развороте. Муж спобаковать. Тандерин Глифортификацион. Прожимается. Мидван 340. Перетесь забирает Тауэр. Прилетает сюда НБ. Сгрызается Мидван. Понимает, что Террор Блейд без ультимейта. Вышку Террор забрал. А дальше что? Забрали Оракла. НБ. Забирает Майн Герри команды Фнатик. Ну и отсюда просто приходится уходить. Муши. НБ. Без ультимейта. Здесь Джио. 343. Дабл килл для Сларка. И уже у Муши проблемы. Рейпи также здесь. Что у нас делают лидеры? Муши. Попытался и практически получил забрать Сларка 5 хитпоинтов. Остается телеп... Телепорт. Катапульта. 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 Телепорт тележка. По-моему, Сларк просто не поверил своему счастью, как так он смог чудом вышить. Но катапульта таких легких не прощает. Да, разумеется, катапульта убили. Но скоро и другие герои будут включаться в эту игру. Разумеется, Ахайо. Есть у него левел 6, есть у него Хоосфера. Ну и что здесь будет делать? Сразу какой-то мидас пойдет. Либо же боевой вводит. Но, скорее говоря, сегодня, на удивление, не так уж и много хенд оф милисов мы с вами видим. По сравнению с предыдущим днем. Да, это ПТ-шечка. Ну и сейчас можно уже что-то придумать. Пик. У Фнатик жадные в том плане, что у них нет синергии в замесе 5 на 5. И самая сложная для них стадия сейчас как раз таки наступает. Стадия мидгейм. Стадия после лейнинга. Когда Войт будет ставить хронсферу, а ДПСов в кроне нет. Вот она самая большая проблема. Внизу. Рано Гримс потратил дерп. Хотел не вперед опередить Муша. Но Муша оказался хорош. Но Муша всегда славился. То, что может играть на практически всех героях. На любой позиции. Но осталось ему только на Леоне. Или на Даззль там побегать. Показать уровень. Ну, я думаю, и такие времена не за горами. Берник уже начал отыгрывать. Неплохо у него получается. Скоро у Муша также скиллку упадет. И встречаю во всех пабах страны. Голый шторм без регистрации СМС. Да, есть такое дело. Полностью согласен. Вот этот красавец-мужчина. Мексиканец. Как его начали называть второй дотик. Как только он появился. Ну и пока у этого мексиканца вырисовывается арчет. Мальваленс. Есть обливаемый став. Причем Джио сразу пошел. Можно быстрее его собирать без ПТ-шечки. А у нас тем временем первый смоук. От Фнатик. Находят Сларка. Но Сларку цепить тяжеловато. Диджей. Но Диджей даже камни не запускает. Понимаю, что он не попадет. В это игра у него с самого начала как-то не пошла. Начиная с того Фюсблада. В кубочках нет на Дёрфа. Ну а тем временем выход. В миде на мид 2. На мид 2 есть ультимейт. Но слишком большой террорейд у террорблэйда. Не успел он развернуться, поражать Сандер. И ничего толкового из этого не вышло. Ахайо, Тайм Делэйшн. По-двоим. Тайм Делэйшн здесь, конечно, очень круто будет решать. В первую очередь, конечно же, на каком-нибудь Штармад. У нас тем временем внизу начинается замес. НБ прилетает. НБ, разумеется, есть Шадоу Дэнс. НБ под геомантик гриппом. НБ получает фальспромис от Оракла. Алт Оракл, кажется, за все это дело должен получить по лицу. Винга, прекрасный свап. Три-сорок третий. На лоу ХП выходит из замеса. Но в итоге все живы-здоровы. Там, конечно, подтягивается Джейо. Джейо не так много маны. И то Муш, Муш на хосте. Муш и хосту сбили. Неплохо, но Ремнон. Ремнон стоит и ничего тут не поделаешь. То, что товарищ Шторм выходит ворчить как можно быстрее первым ортопактом, это логично, это понятно, это правильно. Все-таки тогда у Эльберна что-то проблемы. И, возможно, есть смысл Муш и как раз таки не в травла выходить, а в какую-нибудь Юл. Юл, там не знаю, Мант Стайл. Линка на крайняк. Юл действительно смотрелся красиво. Все-таки там и что раз вперед. Но это Муш. Там не из тех, кто делается. Лол. Так, мы сейчас об этом посмотрим еще повнимательней. У нас, тем временем, внизу проблема у Диджиа выходит из-за меса Джио. На буллайтинге. Ну, Муш прилетел просто по башке того в Торму. Забираю фраг. Вы посмотрите, что делает этот наглец. Он сам будет выходить ворчит. Обалдеть. Ох, просто красавец. Просто красавец. Ну, я уж не думаю, что это будет какая-то... Сабля. Радиантинге. 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 Да, я думаю, сейчас Джио, когда прокликивает на ходе с таверния своего конкурента-оппонента, он немножечко прибалдел. Потому что он, собственно, себе позволяет. Но это Муш. Потеряли курьера Фнатики в курьере. Ничего не было. Ну, это Сларк. Сларк, который выходит в Лотар. Здесь, в принципе, Арчи смотрелся бы неплохо не то, чтобы на Штарме даже, а на каком-нибудь Сларке. И потом, соответственно, в Блаторну угры гонуть. Ну, разумеется, все это также вместе с Шаблоблэйдом. Но тайминги. Разумеется, тайминги были бы не те. Тайминги также будут не те, если Штарм Спирит будет подставляться лишний раз. Потому что, да, первый обливин став появился уже очень быстро. Второй пока задерживается. Второй пока на подходе. Ну, теперь уже смоук атака от Рей. МБ бежит впереди. Ну, он ничего не боится, но есть ультимативная. Летит к Сларку уже Амулет. Появляется у него Шадлоблэйд. Ну, просто забежали в Варварский лес. Здесь никого нет. Поставили варды. Потратили Фнатик скан. Также в Варварский лес никого не обнаружено. Но пока все еще у нас такая продолжается сайвовая дота. Топовая нетворца за террором. По уголке впереди Фнатик немножечко. Ну, а по экспириенсу вовсе все равно. Врыв внизу на Джио. Геоматик Гри попал. Прекрасный камень. Слапнули Джио. Джио должен умирать. Фальспромис. Где же твой Фальспромис? А Оракл-то стоит в хроносфере. И у Оракла огромные проблемы. И Фальспромис на себя он также не успевает. Проблема у Мидвана. Мидвана успевает поражать Сандер. Дёрт. Дёрт поджимирает. Даблкил для Охайо. И Охайо так же нахаживает. Выходит Тайм Волкон каким-то образом. Воу. НБ. Лоу хпшный. Забирает его Вега Вейвом. И это Тим Вайп от команды Рей. Вот вам и Муши. И у Муши скоро появится уже Арчид Малеваленс. На Эмбер Спирите. Собери он такой в паблике. Ну, он-то ладно. Ему, глянь, ничего бы не сделали. Но меня бы сразу отправили в ЛПшечку. Радианс Ботом Тауэр умерла. Ну, окей. Арчид сейчас появится. Нужно только посмотреть применение этого Арчиды. Муши. Муши нет. У него Ремна в Муши умирает. Немножечко Арчид откладывается. Буквально на минуту-другую. Но он будет. Он будет 100%. И такими темпами у Шторм Спиридного появится совсем чуть-чуть позже. Я так понимаю, у нас здесь будет, когда они встретятся вместе, встретить друг друга, поприветствовать Арчидам. И оба будут бегающие крипы. Без возможности эскейпа. Уйти из-за места. Что у нас по Сларк? Сларк с Лотаром. Эмб пока недостаточно активен. В том плане то, что да, он может передвигаться по карте, бегать соло и вырезать вражеских героев. Но все-таки очень хороший эскейп-потенциал у героев команды Снатик. Это Иер Спирид. Это и Эмбер Спирид. И Венга там может даже как-то свапнуть, если рядом будет какой-то плюс. Но тембе, видишь, сейчас Мидвана. По идее, может убить. Да, вгрызается. Есть Паунс, есть Дарк Пак. Ну и просто уходит Шадоу Дэнс, чтобы Мидван не нажал Сандер. А здесь НБ блочит крипы. И он делает Сандер. Ай, лол. Просто лол. Как же не повезло Сларку. Обалдеть. Это был просто эпик. Ганг 666. От Мейнкерри Комманды Рейв. Застрять в крипах. Он, наверное, сейчас проклял все. Он сейчас раздуплится с таверны и побежит наказывать НТРО Блейда этих крипов. За то, что они не обломали ему всю Малину. Спадает Смоук. А снатек. Прокаст от Дизрафтора неплохо. Вгрызается в Ахай. Ахай опять выходит на таймволке из замеса. Хрансфера прекрасная по троим. Это минус один. Минус второй. Минус четыре уже у команды Рейв. Ну и последним Оракл просто лопнул. Что творится за Ахай? Ай да черт. Буквально при дучем замесе. После Т2 Тауэр. Казалось бы, тоже он склеил ласты. Но на лоу хп выходит. Замес на таймволке. Здесь тоже самое разворачивается. Выдает хрансферу. Прекрасно. Ну и мидбанд. Также дает хороший ДПС. А началось это все со сварка. Как ни странно. Ну и Фнатик на коне. 8.14. Тот 3 на Творца за их героями. Террор Блейд с Айгисом. Террор Блейд 3.600 на руках. А Эмберс перед с Арчидом. Красота. Красота. Правда непонятно, что будет делать Муши, когда против него арчид соберут. Но я так понимаю, это будет ЕУ. Обратите внимание, у меня есть лейс. Это будет ЕУ. Вот именно за это я и обожаю азиатскую ДОПу. То, что когда не включишь там какой-то европейский регион, китайский, там в большинстве случаев, ну в китайском меньшем степени, там в большинстве случаев одно и то же. Там одна и та же мета. И просто каждая команда пытается отыграть ее, точить на более лучшем уровне, чем соответственно свой оппонент. Здесь все по-другому. Здесь команды любят придумывать как раз таки велосипед. Они не боятся как-то практиковаться, экспериментировать в самых важных, самых ответственных матчах, коим этот матч является для ФНАТИ. Ну вот и появляется Арчид и Уштору Спирита. Но посмотрим. Посмотрим, ФНАТИка идут в атаку. Мидван. Есть у него метрофоз. Разумеется, этот тавер собирается без формы. Но на следующую вышку можно будет зайти. Проблема в том, что извечная проблема Эмбер Спирита, он не может этот герой заходить на рампу. Начинается замес. Арчид на 3.43. Франсфера по двоим. ДПС в франсфера нет. Статик Сул успевает поставить Дезраптор перед смертью. Джей Йо под Спарс Кромисом. Джей Йо можно еще подраться. Можно еще подраться. Мидван. Мидван на свапку. Мидван хотел дать Сандер. Обломал его Эмбер Спирит. Джей Йо здесь должен лопаться. Уходит дабл лайтинг. Джей Йо под геоматик гриппом. Минус Джей Йо. Уже это минус 2 у команды Рейв. Даблки оформляет Эмбер Спирит. Минус товарищ Дарксир. Вот он арчид на Рере. И Рер также лопается. Минус 4 у команды Рейв. И они теряют центральную линию. Просто фантастическая игра от команды Фнатик. За последние 5-7 минут они собрались и показывают очень-очень добротную азиатскую доту. Воу. Даже если посмотреть по Хиро Дэмэджу. В этом замесе каждый внес максимум импакта. Синергии прекрасны. Ну и Ахайо конечно здесь себя чувствует просто великолепно. Однозначно на плюс морали. Особенно когда ты видишь, что два замеса подряд. Ты буквально на грани находишься от того, чтобы отправиться в таверну. И уходишь на таймволк. И практически полностью устанавливая все ХП. Это конечно окрыляет. Ему везет он играть. Как говорится. Появляется бутсов тревел у Эмбер Спирита. И обратить внимание у Горклаб. Все-таки мучше наверное ему сказали. Дружок. Ну какой Юл? Что за арчид? Что за Юл на Эмбер Спирите в 2016? Собери ты БКБ, будь мужиком. Но не факт, что это БКБ. Скажи так минут 10 назад, что у Эмбер Спирита будет арчид. Никто бы не поверил. Я напоминаю, что после этой игры мы будем смотреть очень важный матч. Тинцли Гейминг. Будут играть против Вэррис Гейминг Юнити. Сейчас я еще раз проверю. Да. Именно эта игра будет следующей. А мы с вами продолжаем. Блюдать за тем, как Фнатик идут уверенно вперед. Ох, у нас переигровочки сегодня будут. Если, не знаю, две или три команды будут претендовать на первое место. Иметь одинаковое количество очков. Там, конечно, давайте сразу скажу по поводу переигровок. Сначала сравнивается по личным встречам. То есть, если одинаковое количество очков. Но это команда А проиграла команде Б. То, соответственно, команда Б проходит дальше. А если три команды, то играют с Раунд Робин. В общем, об этом посмотрим дальше. Уже будем по делу непосредственно, по факту непосредственно ориентироваться. Знаете, у нас заходит на хайграунд. Блэйд. Фоза в Драгон Лэнд. Солю из метабра упал. Нужно обрываться. Нужно что-то делать. Террор Блэйд, там Скади, там Аегис. Нужно врываться. Алло, ребята, врыв на Ахайо. Ахайо, прекрасный свап от Минги. Ахайо сейчас вернется. Ахайо сейчас вернется в кроссовер. Мид Ван, тем временем, оформляет дабл-кил, трипл-кил. Отправляет в таверну еще и Шторм Спирета. Мид Ван делает ультра-кил. И это ГГшечка подъехала. Несмотря на то, что игра прошла очень быстро, за 22 минуты игра была просто кайфовая. Классная в плане айтем-билдов. Ну, разумеется, обращаем внимание на Муши, конечно, с Арчидом. И Арчид, так как говорят, зашел только один раз. Он был уже просто собран под конец игры. И хорошие замесы мы с вами посмотрели. Очень четкие передвижения, несмотря на то, что первый фраг у нас пошли минут только на 7-8. Ну что ж, ШМС.